Можно вопрос? Подскажите, пожалуйста, каким образом получить допуск на техническое обслуживание на историческое воздушное судно, являющееся единичным? Рассказываем на техническое обслуживание допуск. Грёвчик, да? Нет. Наземное. Наземное. Вы им проходите обучение в центре, который проводит обучение специалистов авиации в общем воздушении. У нас такие центры, по-моему, 8 есть, и здесь целый процент, кстати, по-моему, готовят такие специалисты. Если центр не готовится? Вы проходите здесь подготовку, с ними решаете вопрос объём подготовки, и в стадии будете, и здесь вы проходите подготовку, вам выдают соответствующие свидетельства, и в котором прописывается, что вы можете делать то-то и то-то, и вам тоже могут здесь сделать определённую тренировку, если на этом воздушном судне используется какой-то типовой двигатель и так далее и так далее. Понимаете? То есть вы проходите подготовку, и какой-то минимальный тренинг, тренинг минимальный, который вам будет необходим для того, чтобы на воздушном судне выполняться в следующий раз. После этого вы получаете свидетельство, соответствующую отметочку на право технического обслуживания в воздушном судне, как правило, это отметка, если оно до 5700, получается, отметка В1-6, допустим, вы получаете, если у вас стаж позволяет. И вы можете его полностью обслуживать всё в воздушном судне. И самолет, вернее, сам планер двигатель, и авиационный и так далее. Вот это это... Понимаете? Я понимаю, у меня маленькое уточнение. Я в вопросе... В подготовке в центре должно быть, вы должны пройти обязательно. Вы не будете там изучать это воздушное судно, вы изучите основные, основополагающие документы и про самые организующие вопросы, которые вам необходимы будут выполнять. У меня маленькое уточнение. Я вот в вопросе его, как бы, сказал просто уточнить. Историческое воздушное судно, на которое не готовит ни один авиационный учебный центр. Я прошёл подготовку в АУЦ РУСТЕХНИК, а воздушное... Но проходил на ЕВС с двигателем Лайкомин и Континентал. Сейчас я являюсь владельцем двух самолётов Ил-14. Мне необходимо получить допуск на их обслуживание. АШ-82Т. АШ-82Т. Ни один АУЦ не в состоянии подготовить. Вы будете эксплуатировать ваши разработанные вами документации. Ну, наверное, с учетом особенности эксплуатации этого двигателя и так далее. Воспользуйтесь, наверное, старыми рекламами и прочее. Создадите свои документации. Вам не нужно будет отдельный, который... Вы должны пройти подготовку в учебном центре. В каком? И кто может подготовить? В учебном центре АУЦ. Ну, если я вот прошёл подготовку на СЭСМО. Чтобы вам нужно ставить отметку в отношении этого воздушного кодекса. Чтобы вы понимали, есть статья писатель 4 в воздушном кодексе, да, где написано, что подготовка авиационного персонала осуществляется в авиационных учебных центрах, имеющих сертификат полномочного органа. Вы, как техник по обслуживанию воздушного суда, входите в перечень реализованного персонала, который движёт правительство. Поэтому по закону вы должны пройти подготовку в центре, в которой имеется сертификат. Для этого, что, допустим, вы приходите в наш центр или в любой другой какой-то, и говорите, мы говорим, чтобы вас подготовить, нужна программа. Треблик программы, они сейчас на сайте Росаветсовета расписаны, там, тут, тут, тут. Мы эту программу разрабатываем, по этой программе проводим подготовку, если нужно подготовить преподавателя, они тоже все расписаны. Есть закон, если вы хотите пройти подготовку вне сертификатом центре, значит, кто-то должен поставить свою подпись и нарушить статью 54 в Владимирском образце. Понимаете? А нарушить даже министра транспорта, он не имеет права, потому что он должен всё делать в соответствии с законом. Почему федеральная авиационная правда регистрируется в Минюсте? Когда они регистрируются в Минюсте, Минюсте определяет, соответствуют ли они законодательству или не соответствуют. И только тогда они могут применяться в суде и быть обязательным к исполнению для третьих лиц. Просто написано так, как законодательство, если было бы написано в законе, в 54-й статье, а в случае, допустим, освоения новой техники, исторической это, проходит подготовку предприятия, допустим. Всё, тогда по закону было бы нет проблем. Но в сегодняшний момент, вот статья 54-й говорит так. Вот сегодня как раз в Думе вносятся изменения, в первом чтении как раз изменения Ивану Шипотовского по подготовке. Но там на том, к сожалению, нет. Но и с другой стороны, просто уже как-то вы уже говорили, мы по этому, в своё время, когда был 114-й фазер-владельца, появлялся в общем назначении, много из людей внести в изменения Ивану Шипотовского, как раз вот то, что касается авиации общего назначения. А вот поддержание лёдной годности, это в своё время не довели до конца. И вот, чтобы все эти споры, ну, допустим, прекратить, нужно подготовить нормальные изменения в ладошных годах, загустим, как касающиеся вот авиации общего назначения. То есть поддержание лёдной годности, в общем, всего сразу 5 собрать, в кучу, потому что 114-й фазер уже прошло 5 лет после этого изменения, допустим. И в плане Митранса эта работа стоит, она и Ширёв об этом знает, и они просто будут её делать чуть больше. Чуть-чуть позже, вот так раз пошло, да, другая. И поэтому, если общественные организации, вот такие совещания, дадут хорошее предложение, вот по изменению в ладошных годах, потому что всё, что наболело, это вам нужно внести в закон, а потом на основании закона уже изменится и 100, и 32-й, и эти правила, понимаете? Один раз в нормативном акте в законе прямого действия прописать эту фразу, да, обычную, и всё. Вот мне нравится Сергей Алексеевич, что он всегда, когда к нему приходишь, вот тут факт плохой, тут факт плохой, он говорит, потому что мы подумаем, изначально как правильно сделаем это? Правильно, изменим, и ничем изменение в закон, и будем работать в закон. И это нормальная практика, и идёт, вот сейчас вот два изменения в ладошных законодательстве, одно касается безопасности, а другое в подготовке. Вот в чём сейчас проблема, допустим? Вы все знаете 147-й приказ, 128-й приказ, да, а Федеральные авиационные правила по вводящей свидетельствам в своё время забыли написать в ладошных кодеках, и у министра, так сказать, нет оснований издать эти правила. Поэтому вот сейчас вот как раз сегодня в первом чтении в ладошных кодеках это, мы даже написали это в государственной программе, что эти правила по выдаче 147-й приказ утверждены в расстоянии правительства. Внесли эти правила, правительство рассматривает под административным вопросом, в соляне, когда был председатель этой комиссии, говорит, слушай, вы правительство кольчутка коротка, срочно вносите изменения в ладошных кодеках. Вот уже год прошёл, но вот он сегодня уже в Думе, и на первом чтении. Выйдут правила, значит, выдачи свидетельств. Здесь тоже можно общественную организацию очень хорошо смотреть, чтобы они соответствовали законодательству, допустим. И тогда у нас получается 147-й, 128-й правил выдачи свидетельств, допустим, уже будет система закончена и будет получена. А и то же самое по поддержанию в ладошных кодеках. А здесь просто говорю, иногда можно в одну статью 37-й или 36-й ладошных кодеках ввести изменения и сказать, что сертификация типа только для коммерческих ладошных судов, для эксплуатации коммерческих ладошных судов. И всё, тогда убрать одно слово и знакомиться. Ужасно. В принципе, понимаете? Вот это... Ну для этого нужно у вас же влезть, вот уже сидел, прокурор ушёл. Вот, но в принципе, есть мозги, есть это и это. Иногда можно со всех сторон всё проанализировать и сказать, вот всего-то там две строчки изменить и собрать эту операционную обществу и сказать, нам это очень нужно для регулирования, государственного органа поддерживать. И всё, пошли вперёд. Понятно. Ну на данный момент это А, надо программу, Б, прийти в аутс. А вот сегодня вы можете принять, я дам отношение к силе, и мы делаем. Нет, так, смотрите, допустим. Нет, ну он придёт в этот аутс и скажет, мне нужна программа. Я принесу программу. Я принесу программу. Меня, допустим, начальник отдела отработки программы, Семёнов, да, Юрий Николаевич Ноблин, и это говорит, слушай, там в соответствии с методичными рекомендациями, всё остальное, всем требованиям соответствует. Утверждаем её вопрос, авиация это, ну вот хлопотно просто сказать для одного человека, понимаете. Экономически это не целесообразно. Но мы идём на встречу, допустим, и такие программы это утверждаем, и по ним осуществляем подготовку. Если ничего здесь этого, вот такого есть рукон, это выходящего не будет. Понятно. А ориентировочная стоимость? Да? Ориентировочная стоимость работ Аутсака? Просто вы, это, надо смотреть объём, допустим, у нас на сайте написаны расценки, допустим, да, вот именно там есть, это, смотрите, внизу разделы, это сдача экстерном, это, ну и так далее. Вот, например, по интернату разрешается инженера при подготовке на новый тип, допустим, да, разрешение этого главного инженера, это сдача экстерном, допустим, да, и смотрите, там у нас сколько, 800 рублей за экзамен, допустим, да, надо 5 экзаменов сдать и 4, допустим, конструкция, оборудование этого самолёта, допустим, и всё, это как слон и орёл, чтобы объединить, там, 2 экзамена, 800-800, 1600 рублей. Понятно, стоимость утверждения программы, стоимость утверждения программы. А стоимость утверждения программы, если вы её сами будете разрабатывать и сами утверждать, это больше не будет, это ваше разгон. Спасибо. Спасибо.